Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня интересная у нас колода называется Таро Небесного Карнавала Есть еще название, но это, видимо, уже ошибки перевода Индиоракул и так далее Но на самом деле, все-таки, это система Таро Хотя, конечно, с оракульными арканами Это, опять же, работа одной из частных типографий Пришла она именно вот в таком льняном мешочке Каких-то аналогов этой колоды я не видела И каких-то других названий я пыталась уточнить Пыталась неоднократно уточнить, что это может быть Но будем считать, что Таро Небесного Карнавала это у нас Более того, в подарок селенидовая палочка прилагается Это все с европейских сайтов То есть пришла из Европы колода в данном случае Интересная идет форма Вот он такой бронзовый, бронзовато-золотистый срез Очень хорошая вырубка Но могу что сказать Большое количество все-таки Большой процент глянца здесь в покрытии И очень сильно бликует колода при съемках Буду пытаться я как-то этого избегать Но тем не менее Вот так она у нас будет лежать, ежели лицом И здесь у нас дается два предварительных аркана Которые двусторонние На самом деле, если говорить о вверх ногами и вниз ногами Это условно двусторонняя колода Потому что здесь все-таки цветочки отличаются Там и там, но за счет пестроты колоды В принципе можно вот так вот поворачивать их И это не будет особо как-то бросаться в глаза Поэтому тот, кто трактует и вверх ногами и вниз ногами Ну, наверное, можете продолжать это делать Ежели кто-то знает какое-то другое название Дублированное название этой колоды Можете написать Написать в комментарии, что вы просили Вот я там говорю второе название этой колоды Я с удовольствием это зафиксирую Потому что, конечно, с учетом всех VPN-ов Возможность-невозможность перевода Адекватная и так далее сейчас С учетом того, что я не могла в оригинале на английском языке Посмотреть название этой колоды Коробки нет А переводчик выдает иногда загадочные вариации Соответственно, со своим переводом Поэтому имеем то, что имеем Со всех ног, бросившись за дежурной пандой Представляю сегодня вам вариации этой колоды Размеры, да? Вариации размеров в мире Таро Это классика Лос Коробео итальянского Ну, соответственно, и по ширине, и по высоте Данная колода по ширине достаточно серьезно Сантиметра на полтора шире сверху Ну, буквально миллиметр Плюс у нас идет Поэтому где-то 12 на 9 сантиметров Ориентировочно будет размер этой колоды Что у нас сегодня выдала панда Ну, сегодня нам приятно Девятку Пентакли подкинули Давайте смотреть Максимально будем обсуждать Насколько это возможно колоду Постараюсь я больше стульями не стучать Креслами не двигать Вот таких две двусторонних получается у нас Карты Я их откладываю, потому что по сути Мне эти карты особо не нужны На них ничего особо не загадаешь Если бы там были какие-то значки Или пустая бы была поверхность Можно было бы написать что-то А так я не думаю, что они мне особо пригодятся Здесь варианты такие Либо складывать в какую-то отдельную коробочку Все вот эти пустые карты Либо выбрасывать их Потому что он В мешочке, когда хранишь колоду Но причем мешочек, видите, он тоже Он без названия колоды Просто льняной вот такой вот мешок получается То можно забыть, в каком мешочке Какая колода лежит, когда их не одна сотня Ну, в мешочках может быть и не две, три сотни Но, по крайней мере, каждый мешочек Запомнить достаточно проблематично Итак, первая карта у нас дурак Ну, в целом Я думаю, что узнаваем дурак Мне интересно Мне нравится, что здесь все-таки вот такая Как у Орликина обычно бывает Клетчатая разрисовка Которая дает отсылку нам все-таки к шахматной доске А это определенный масонский символ Я думаю, что здесь зашифрованы Определенные моменты с этим связаны Причем, смотрите Здесь часть карты Она как будто бы в золоте Изображена Далее у нас идет маг Ну, то, что на маге здесь женщина нарисована Ничего хорошего нет Да, красивый пейзаж Но что это маг? Нет Вот скорее я бы вот так закрыла И сказала бы, что Ну, может быть, это королева кубков Потому что вода Или королева жезлов Или императрица на худой конец Потому что вроде как небольшой животик Здесь виден Ну, на самом деле это маг И здесь никаких стихий Хотя мы видим Огонь, вода Земля присутствует Но только небо может в роли Соответственно воздуха выступать Поэтому догадываться И притягивать за уши все стихии Которые должны быть вокруг мага Ну, наверное, это неправильно Дальше у нас идет Папеса Ну, что здесь про верховную жрицу Можно сказать Здесь, как Дева Мария Она ощущение такое Что это все-таки Какая-то икона для нас Более того Надписи какие-то Здесь тоже у нас И смотрите Какой нюанс Лемниската В вертикальном положении У нас здесь дана То есть вот как раз таки С магом можно было бы перепутать Ну, если вот так закрывать Опять же, либо на императрицу Как рождающую Да, как богоматерь Например, можно подумать Что это изображается Для европейского человека Да Ну, либо прочитать название И запомнить, что это жрица Далее у нас императрица Императрица Мы просто видим девушку в короне В богатом одеянии Мы не видим животика Мы не видим ржи Или пшеницы вокруг императрицы Но в любом случае Здесь только читать название И без вариантов Я сразу могла сказать вам И сказала, что колода не классика Поэтому здесь мы просто Не задача разбомбить колоду И сказать, что вот это не классика То, что это не классика Это и так ясно Когда колода приобреталась И заказывалась Я знала, что это не классика Это был мой выбор Но при всем при этом Я буду искать что-то Что может быть логичной трактовкой При учете того, что это все-таки не классика Но император здесь на короля Жезлов Может еще походить Хотя, в принципе Надпись мы видим Иерафант Ну, здесь скорее всего Какие-то ритуальные восточные одеяния Мы видим Прическу Темную кожу Глаза без Такое ощущение, что это просто пустые глазницы Или желтоватые какие-то глаза Ощущение у нас Что аватар нарисован По крайней мере у меня складывается Такое впечатление Это вообще не иерафант Это мужик среди деревьев Может быть в ритуальном одеянии Тем более, что здесь есть все-таки Иероглифы Возможно какая-то сакральная надпись Здесь учтена Но мануала у меня нет Была возможность его заказать Но, честно говоря Не представлена фотография Хотя бы мануала Поэтому заказывать за 20 евро За 17 евро Какую-то маленькую белую книжку В которой реально там 4-5 листиков Ну, я не знаю Я не увидела особого смысла Если честно Далее Влюбленные Но здесь опять мы видим Двойку кубков по факту Потому что здесь ни ангела нет Ни каких-то третьих лиц Вообще нет Мы видим лестницу То есть здесь либо будут спускаться Либо подниматься По этой лестнице То есть от этого зависит Продолжение отношений Что можно будет увидеть Наверное, по сопровождающим арканам Колесница Ну, хоть здесь не промахнулись Хотя бы лошадь и колесницу Мы видим Карету В восточном стиле Сила У нас Ну, сила Единорог В принципе, может быть На карте сила Но единорога Тогда должен кто-то Усмирять И успокаивать Но здесь, может быть Мы видим картину Когда сама гармония природы Успокоила сильное И достаточно Такое В определенные моменты Агрессивное существо То есть смысл Карты сила Может так отработаться Отшельник не в ту сторону Смотрит товарищ Гора Непонятно То ли он спускается То ли он на подъеме Остановился Отдохнуть просто Ну, хотя бы мы видим Жезл На котором свеча Соответственно Прообраз фонаря У нас здесь есть Узнать можно Отшельника Даже если вот так закрыть Название Колесо фортуны Встречаем Ну, я думаю, что узнаваемо Хотя все сакральные знаки Которые должны были бы здесь быть Они отсутствуют Далее справедливость Ну, опять Почему на мага Было бы не поставить мужчину А сюда бы не вернуть Все-таки женщину Фемиду Но мы весы видим По крайней мере Одну из чаш весов Мы видим Здесь вторая Наверное во второй руке Но в любом случае Догадаться с натягом Ну, можно Повешенный Повешенный Узнаваем Под его головой Висит У меня такое ощущение Но здесь вообще-то Похоже на Колокольчик Или ловец снов Ощущение, что человек Может какое-то время висеть Причем он не привязан Как будто бы Больше даже ощущение Хотя падает Да, вот вниз одежда Он ее держит руками Ощущение, что человек Все-таки как будто бы На носочках стоит Здесь есть В рамках того, что мы наблюдаем Ну, повешенный Узнаваемый Хотя тоже это не классика В полном ее виде Смерть слишком Однобока изображена Хотя На ее одеянии Во-первых, мы видим крылья Во-вторых, мы видим На одеянии смерти Здесь Растения То есть здесь говорится о том Что из праха Восстает новая жизнь Это могут быть Допустим Растения Выросшие на могиле В том числе Меч Это не коса С одной стороны Это крест Да, как сакральный символ С другой стороны Ощущение, что смерть Не боится сама Никакой травматизации Держится за лезвие Огромного Двуручного меча Далее у нас Умеренность Ну, ее мы можем Узнать в целом Единственное ощущение Здесь вот, да Четырехрукости Две руки И девушка сложила На груди А еще две руки У нас тоже заняты Одна гладит верхушку Туи, елки какой-то А во второй Мы видим букет Над ней еще ангел Опять же Мы видим отсылку К ангелам Потому что здесь Нимб присутствует В целом Догадаться можно Про умеренность Дьявол Ну, дьявол узнаваем Потому что у нас здесь Рога Крылья Маска Все такое вот Знаете как Как будто бы Причем здесь смотрите Как будто бы замок Ключи поломаны Ощущение, что это Какой-то антииерафант Вот так это По ощущениям И это в трактовке Может отображаться Башня Ну, здесь не классика Башня Хотя мы хотя бы Представляем, что Эта башня здесь Она изображена Уже хорошо Но ни молнии Ни летящих людей Никакого ущерба Мы не видим здесь У меня вообще Создается впечатление Что Большое количество Современных авторов Путают вообще Башню Ленорман И башню Тару Вот в этом и проблема Звезда Мы видим Луну Мы видим Большое количество Звезд Тогда звезды Уже надо было бы Называть Наверное Ну и Город Замок На фоне Всего этого Великолепия Опять же Смотрите Я вот сейчас Буду выкладывать Последовательно Звезда Луна У нас идет дальше Найдите Называется Несколько отличий И Солнце Ну собственно Отличий Особенно между Звездой и Луной Здесь звезды И здесь звезды И тут Луна И там Луна И здесь даже Крупнее Луна Я вот не вижу Вообще Отличия между Двумя этими Арканами Поэтому внимательно Смотрим на надписи Солнце Ну Солнце Да Отличия есть В том Что это Солнце Хотя бы Здесь Луну Хотя бы тогда Допустим слева Направо бы Как-то перенесли Еще Было бы Наверное Актуально Но тут видите Облака Или такие Тени от Лун В большом количестве Еще Ну Я сразу сказала Что это не торопа Придираться не буду Но Это вот те самые Оракульные Арканы Страшный суд У нас идет Бабочки летают Как символ душ Умерших Вполне возможно Сердечко золотое Какое-то У кого-то Да Золотое сердце Какое-то Пробуждается Может быть Ото сна Мир Целая планета Зависла Над волшебным водоемом Кувшинка Встречает Ее Вопрос Она висит Или будет Прилуняться Приземляться Мечи Ну Здесь меч Единственное Мне не нравится Что он вниз Смотрит По идее Он должен смотреть Вверх Зато На двойке мечей Людей мы не видим Просто смотрят В два острия Вверх Три меча Вниз Сердце Мы не видим Что неправильно Но тем не менее Четверка Тоже Просто Четыре меча Здесь их посчитать Можно Здесь можно понять Какой-то аркан Но символики Изображений нет Пятерка мечей Я не знаю В чем здесь Смысл Изображения Лошадей Может быть Это на бывшем Поле боя Как будто бы Лошади И так далее Шестерка мечей Ну Смотрите Здесь Во-первых Изображен У нас Поскольку Это Искусственный Интеллект Как я понимаю Здесь мы видим Артефакты У нас Застряли Немножечко То есть У лошади Пять ног Шестерка мечей Во-первых Лошади Могла бы Идти в воду Например И выходить Вправо Вот это Было бы Правильно Семерка мечей Прайд Львов Семейство Мечи Вообще Практически Не видны Здесь То есть Это в чистом виде Оракурный аркан Восьмерка мечей Но могли бы Натыкать Для порядка Еще семь мечей А то получается Что у нас Сейчас я вам Еще раз покажу Что воля Что неволя Все равно Найдем Опять Несколько Отличий Что туз мечей Что восьмерка мечей Ну вот я Разницы для себя Особой в этих арканах Не вижу Но срез качественный Конечно Здесь Ничего не мажется Не красится Замечательно Девятка мечей Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Я так понимаю Нет Все таки Девять мечей Но здесь Мечами И вот эти Лезвия Просто у нас Зачисляются Десятка мечей Сколько же у нас Здесь А здесь Одиннадцать мечей Ну Ой Ох уж Этот интеллект Как я понимаю Паш мечей Опять смотрите Держит за лезвие Так же Как смерть Держала за лезвие Вообще Странная Ситуация Рыцарь Мечей Ну В неправильную Сторону Двигается На черной Лошади Двигается Ну Как какой-то Символ Да Вот темного Чего-то Надвигающегося Это неплохо Но мы здесь Видим Кстати Что здесь Нет лица Как будто бы То есть Здесь у нас Рыцарь Двигается Все замечательно Но головы Видимо У человека Нет Либо это Доспехи На призраки Королева мечей Просто читать Запоминать Без вариантов Все остальное Если вы хотите Полюбоваться На какой-то Аркан Просто Делайте Поставите Паузу И рассматриваете Интересные Какие-то Возникающие Фигуры Миражи И Король мечей Ну Это вообще Конечно Не король мечей Непонятно Кто это Но Если представить Что это Владелец Или завоевавший Этот город Военачальник Тогда Он может быть Чаша Начинаются Чаши Туз Чаш Перед нами Далее Ну Двойка Кубков Классика Можно даже Сказать Для Не Иллюстрированного Таро Тройка Опять же Просто Видим Три кубка Уже Хорошо Здесь Четыре Кубка Уже Хорошо Что по Количеству Хотя бы Совпадает Пятерка Но Тут Тоже Смотрите Все Кубки На Каком-то Уровне Полны Этот Вот До Сюда До Сюда То Ли Это Рисовка Каких-то Допустим Гербов На Кубках Выпрыгивает Дельфинчик Но Дельфин Опять же У нас Это Все-таки Млекопитающее Все-таки Это Животное Интересная История Шестерка Ну на ней Восемь кубков Кэп очевидность Сейчас упал бы В обморок А вот мы Давайте Дождемся Восьмерку На семерке Хотя бы Семь кубков Хорошо А здесь У нас Ну то Что и следовало Ожидать Вот видите У нас Две Восьмерки Кубков Получается То есть Тоже Считать Смотреть Здесь Кубков Восемь Но Фигурки Сверху Могут Тоже Сбивать С толку То есть Либо Колесо Фортуны Отсылка Какая-то Либо Ситуация Когда Здесь Мы Видим Как Пентакли Все Это То есть Тут Тоже Честно Говоря Опять же Очень Интересная История Что Медленное Время Будет По этой Карте Она Медленная По своей Энергетике Там бы Странно К восьмерке Кубков В отношении Это не звучало Девятка Кубков Ну здесь Хотя бы Девять Кубков Уже Неплохо Десятка Кубков Мы вообще Не видим Просто Замок Ну здесь Один Замок Попробую Отличать Другого В этой Колоде И то Хорошо Паш Кубков Кубка Мы не Видим Вообще Руку Он потерял Где-то В суровом Бою Потому что Вроде бы Рукавы Здесь Начинают Выходить Но опять же Это видимо Недостаток Рисовальщика Компьютерного Немножко Кстати Вот здесь То золото Которое Напылялось Красилось Заходит На сами Картину Вот вы можете Видеть Что оно Здесь Промазано Но из-за этого Возвращать Колоду Не буду Конечно Я примерно Представляла Что придет Рыцарь Чаш На берегу Водоема Вместо Рыцаря У нас Конь Попробуй Найди Три отличия Что конь Что рыцарь Но хотелось Бы вообще-то Видеть Рыцаря В принципе Узнаваемая Карта Хотя бы В правильном Направлении Лошадь Стоит Уже Хорошо Королева Кубков Причем Вот там Где Королева Кубков Воды Мы видим Минимум То есть Скорее всего Это река Но Минимально И сама Очень маленькая Королева На фоне Неба Луна С выпученными Глазами И губищами Как у рыбки Такие вот Ощущения Пельмешки Такие прямо Ой-ой-ой Под самый нос Но Это может Кстати Говорить Про девушку Которая Глупо Украшает Свою внешность Вот эта карта Все хорошо В меру Я не против Того Что кто-то Себе Куда-то Чего-то Закачивает Чего-то Отрезает Что-то Наращивает Это личное Дело Каждого Просто Вопрос О том Что вот Эта карта По энергетике Она говорит На эмоциональные Решения Касаемые Подобного Рода Мероприятий Далее У нас Король Кубков Что-то У него Слезка На щеке Расплакался Парень О чем-то И смотрит Все Смотрит Влево И Пентакли Начинаются На тузе Пентакли У нас Белая Лошадь В небе Тоже Как будто Изображение Пентакля Двойка Пентаклей Ни о чем Просто Две башни Видим Но на них Изображение Четырех Пентаклей То есть Я бы подумала Что это Может быть Четверка Пентаклей Хотя еще Две звезды На башнях Тоже сбивает С толку Честно говоря Вообще Конечно С арифметикой Не сильно Хорошо У Производителя Тем более Когда ты Создал Какую-то Картину В том же Искусственном Интеллекте Возьми Подправь Что-то Посмотри Перезадай Вопрос Перезагрузи Задачу Все-таки Вот этому Рисовальщику А так Тройка Тройка Пентаклей Две луны Два месяца Здесь Пребывающих Звезды Три пентакли У меня такое ощущение Что это могилки Ощущение Что стоят Они как будто бы На могилках На насыпи Четверка То есть Может быть Кто-то Грубо говоря Похоронил Свою работу Или свою специальность Может быть Так Четверка Пентаклей Можно их просто посчитать В пятерке Пентаклей Мы видим Сами пентакли Плюс луна Или солнце У нас тоже дает Определенный эффект Шестого пентакля А здесь еще и Отображение То есть Вот здесь кстати Может отыгрываться Этот аркан Как Последствия Сегодняшних трат С последующим Отражением Еще не раз То есть Игнется еще не раз Этот поступок Шестерка Пентаклей То есть Здесь получается Они не считались Как будто бы В верхние пять пентаклей А здесь Три пентакля Отображающиеся Получаем шесть Ну Рыбки Как символ Неплохо Хотя и на пентаклях Видите Причем там Где пентакли Воды у нас Выше крыши Просто Семерка Пентаклей У нас Получается Четыре пентакля Среди фламинго И вверху Еще звездочки Пентаграммушки Такие Здесь Получается Внизу Листики Как будто бы Кленовые Еще Посмотрим Дальше Восьмерка Пентаклей Просто лежит Отдыхает Единорог Маленький Единорожек Это вообще Не про восьмерку Пентаклей Но тем не менее Девятка Пентаклей Ни о каких Девяти Пентаклей Речи здесь Не идет Просто изображение Десятка Тоже от балды Нарисовано Пентаклей Паш Пентаклей Спиной К нам Вообще Стоит Повернулся Больше По стилю На короля В этой колоде Как он изображается Рыцарь Пентаклей Ну здесь Верной дорогой Идет Товарищ Хотя бы Хотя Лошадь Белая Королева Пентаклей Золотое Одеяние Уже Как плюс Но здесь Хотелось бы Конечно Знать Что написано Вверху Какие-то знаки Какие-то символы Очень неразборчиво Изображены Король Пентаклей Вот здесь Удивительно Что нет Замков Как раз таки Король Пентаклей Это обладатель Замков Угодий И так далее И просто На фоне Природы Стоящего Он абсолютно Неестественен Энергетика Не той карты Жезлы Тут жезлов Вообще ничего не понятно Ясно Что ничего не ясно Все отображается В воде Далее Двойка жезлов Ну их два Тройка жезлов Похоже на Три пентакля Хотя это Как будто бы Три башенки Какие-то Четверка Пятерка Все Пока Идем по плану Шестерка Но похоже Опять же На колесо фортуны Семерка жезлов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Ну хотя бы Их семь уже хорошо Восьмерка жезлов Здесь их у нас порхает Получается Девять Великолепно Вот с восьмерками И девятками Вообще беда Бедучая Ну здесь Хотя бы девять Правда еще луна У нас в небе Отображается Десятка жезлов К чему лошадь Никто не может быть Работать Как лошадь Нести на себе Какой-то непомерный Груз Конечно Здесь у нас Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Один Двенадцать Ну тринадцать Четырнадцать Считать Можно дальше Не продолжать Еще пять Жезлов позади То есть их девятнадцать На самом деле Может быть Кстати В трактовках Где-то Как раз таки Вот это число Будет отыгрываться Паш жезлов Ну ни о чем И никак Удивительно Что рыцарь Жезлов У нас двигается В правильном направлении И даже имеет Жезлов Хотя лошадь Не гнидая А серая Но еще Смотрите Двигается он ночью В этой колоде Королева жезлов Ну тоже Все королевы Они не имеют Каких-то Отличительных знаков Которые могли бы Говорить об их стихии Об их принадлежности Какой-то И так далее Но это Одна из самых Красивых Королев Все-таки Самая красивая Даже в данной колоде Только то Что она блондинка Немножечко Меня смущает Король жезлов Стоит Смотрит Ну тоже Смотрите Короли Обычно Через Получается Какой-то водоем Смотрят на замок На какие-то башни Вот такая специфика Колоды Еще раз могу сказать Что это Колода Ну она для того Чтобы разбавить Для того Чтобы какой-то Восточный Интересный стиль Просто Привнести В коллекцию Она не несет Какой-то Глобальной ценности Для меня И она не является По моему мнению Каким-то Великолепием И шедевром Колода Красивая Визуально Приятная Работать Она естественно Будет Куда она денется Оно в принципе Можно и сковородкой Гвозди забивать Но хотелось бы Конечно Больше Классики Надеюсь Что со временем Художники Которые Колоды Подобного рода Создают В коммуникации С искусственным Интеллектом Нам хотя бы Будут выдавать Что-то более близкое К классике Ага Прямо на совет Три карты Сразу на первую позицию Давайте Сделаем Четыре совета Четвертый В каком порядке Выложены В том Собственно Они и будут Открываться Эти советы Для тех Кто выбрал Первую позицию Давайте Смотреть Сразу Ну смотрите Здесь Карты говорят О том Что только Большой скандал И Высказывание Достаточно Резких слов В рамках того Что происходит В вашей жизни Могут как-то Разрешить Ту позицию В которой Вы находитесь Скорее всего Миром Решить не получится То есть Если вы хотите Затягивать Еще какое-то Время От конфликта Бегать Можно Но Если вам Хотелось бы Завершить Все сегодня Здесь Сейчас То тогда Только Скандал Это Поэтому Позиция Скажем так Получилась Скандальная В прямом смысле Этого слова И если Вы хотите Что-то Разрешить И не возвращаться Больше Несколько раз К тому Что уже Происходило То здесь Вам надо Менять Тактику Стратегию И Действовать Но Вы Должны Быть Готовы К тому Что Здесь Будет Конфликт И Конфликт Может Быть Достаточно Жесткий И Вы В результате Этого Конфликта Можете Лишиться Чего-то Ценного То То есть Здесь Как раз Таким Может Быть Та История Когда Вы Заплатите Чем-то За Этот Конфликт Но Если Вы Готовы Этим Заплатить То Тогда Нужно Трезво Без Эмоций Каких-то Диких Начинать Этот Конфликт И Разговор Без Перехода На Личности С Тем Человеком С Которым Вы Этот Конфликт Собираетесь Разрешать Ну Или Людьми Может Быть Там Не Один Человек Вторая Позиция Ну Здесь Вам Рекомендуется Действовать Потому Что Дальше Находиться В том Положении В котором Вы Находитесь Это Не Очень Хорошо Действовать Относительно Того Что Вы Накопили И Какой-то Стабильности Которую Вы И И И Здесь Рекомендуется Крайне Пораскинуть Мозгами Плюс Ко Всему Огромное Количество Женских Энергий Возможно Вам Стоит Спросить Совета У Мудрого Человека У Мудрой Женщины Женщина Которая Ну Это Уже За 30 За 35 Скорее Всего Или Ту Женщину Спросить О том Что Вы Хотели Разрешить Как Минимум У Которые Есть Дети Поэтому Здесь История Интересная Действовать Надо Но При Всем При этом Кардинально С Возможно Пришла Перспектива Какая-то Возможность Апгрейда Переоформления Какой-то Документации Которая Касается У многих Места Проживания Или Недвижимости Вот Об Этому Речь Но Если Вы Не Уверены В том Что Вы Готовы К Какому-то Шагу То Оставьте Все По сторонам Третья Позиция Отдохните Ничего Не делайте Никуда Вам Бежать Не надо Никаких Срочных Если У Вас Есть Вопрос Куда Потратить Деньги Или Что Сделать Банковским Депозитом Там Например Еще Какие-то Моменты Проработать То Пока Карты Рекомендуют Не делать Ничего То есть Если Есть У Вас Возможность Пока Не забирать Деньги Из банка Или Просто Оканчивается Депозит Переложить На другой Депозит И так Далее То есть Пока Что Не принимать Какого-то Очень резкого Решения Которое Было бы Сопряжено С достаточно Крупной Суммой Денег Скорее Всего Где-то Месяца Через 4-5 Вы Сможете Уже Действовать По этому Поводу Четвертая Позиция Давайте Посмотрим Ну Здесь Вам Рекомендуется Если Вы куда-то Собирались Ехать То поехать Если Это путешествие В том числе За границу То Это будет Вполне Благоприятно Для вас Если Вы за границу Никуда Не собирались То Здесь Карты Говорят Что Вам Возможно Надо Съездить Туда Где Есть Какие-то Захоронения Ваших Родственников Или Дорогих Вам Людей Попрощаться Вы знаете Такое ощущение Кому-то На землю Обетованную Прям Цитата Всплывает В голове То есть Может быть Кто-то Реально В Израиль Соберется Есть Такие Люди Можно Ехать А Другим Здесь Вот История Когда Вы Туда Откуда Вы родом На малую Родину Дорогим Людям Каким-то Вот Здесь Нужно Съездить Или Хотя бы Связаться С ними По Видеосвязи Для того Чтобы Посмотреть На Друг На Друг Сказать Какие-то Теплые Слова И Поддержать Какую-то Дружбу Или Может Для Кого-то Это Будет Родственная Связь А я Друзья Желаю Всем Удачи И Благополучия Как Вам Талисман Которые Конечно Являются Своеобразным Добрым Пожеланием От Меня И Помогают Зачастую Людям В Трудных Ситуациях То есть Бывает Такое Что Человек Прав Но Ситуация Застряла И Как-то Не Решается Вот Такое Сердечко Будет Являться Каким-то Подспорьем В Данном Случай И Весьма Мощным До Встречи До Свидания Друзья Продолжение следует